здравствуйте друзья в этом обзоре мы с вами познакомимся с новинкой от компании glidopto zigbee контроллером для led светильника от остальных устройств такого класса которых существует довольно много обзоры есть и у меня на канале ссылки смотрите в описании его отличает то что он предназначен для адресных светодиодов тут управление идет не по отдельным для каждого цвета канала а по одному общему для всех которым передаются данные для каждого отдельно взятого светодиода то есть в один момент времени каждый диод может светить разным цветом можно использовать эффекты типа бегущих огней градиентов радуги и тому подобное на вайфай такое легко организовать при помощи прошивки vlab для модулей типа esp8266 или esp32 в описании вы найдете ссылки на такие обзоры а вот для zigbee это редкость поэтому я и заинтересовался новинкой заказал ее для тестирования перед тем как мы начнем прошу вас поставить лайк этому видео чтобы его могли найти больше людей изучающих умный дом и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше модель glidopto glc103p тип устройства контроллер для адресных led светильников интерфейс zigbee 30 rf 433 рабочее напряжение от 5 до 24 вольт максимальный ток до 10 ампер разъемы 5 5 на 2 и 1 миллиметра и зажимы для проводов плюс-минус максимальное количество диодов в ленте 300 совместимость philips q samsung smartsing хами amazon alexa и другими диапазон рабочих температур от минус 20 до 45 градусов цельсия размер 89 на 48 на 23 с половиной миллиметра поставляется контроллер на большой коробке с фотографией устройства на фронтальной части производитель вынес сюда логотипы amazon alexa и samsung smartsing в коробке кроме самого контроллера нашлась инструкция кстати в отличие от большинства других устройств данном случае она содержит полезное сведение а также наклейка двустороннего скотча производитель позиционирует устройство как diy и добавил расширенное описание которое пригодится при интеграции его в систему умного дома конструктивное устройство выполнено в классическом для таких контроллеров форм-факторе на фронтальной части продублированы основные технические параметры про которые мы уже говорили и находится единственная кнопка режима на правой стороне находится три пары зажимов два отопитания третий шина данных по которой передаются команды диодом кстати количество диодов в ленте определяется автоматически при включении максимум 300 с левой стороны разъемы питания в зависимости от блока питания можно использовать либо стандартный круглый разъем 5 и 5 на 2 1 миллиметра в него также подходят штекеры 5 и 5 на 2 с половиной миллиметра либо два зажимных контакта для проводов разбирается контроллер довольно просто при помощи чего-то тонкого пинцета или кончика ножа поддевается задняя крышка которая держится на защелках после этого плата контроллера вынимается из корпуса в левом нижнем углу видна дата изготовления 14 октября 2022 года по центру находятся антенны помним что кроме zigbee и можно управлять по радиоканалу rf 433 еще одно фото внутреннего мира контроллера качеству изготовления претензий нет все сделано на высоком уровне для подключения к адресной ленте я использую кабель стандартным трехпиновым разъемом он обычно идет в комплекте с ними свое время я купил себе несколько таких дополнительно ссылку оставлю в описании для тестирования я использую метровый отрезок адресной ленты с 2811 с плотностью 60 диодов на метр и напряжением питания 5 вольт с одной из последних распродаж я наконец разжился нормальным блоком питания с регулировкой выходного напряжения до 30 вольт очень удобно для использования в подобных тестах кому интересно ссылку на него вы найдете в описании для начала я попробовал подключить устройство кто я смарт я использую азернет zigbee шлюз поддержкой apple home kit и google home кто не видел его обзор ссылка там же для перевода в режим сопряжения нужно зажать кнопку контроллера примерно на 8 секунд пока подключенная к нему лента не моргнет три раза определился и добавился он как обычная лампочка что по логике работы соответствует действительности доступ к запуску ее плагина будет и в меню шлюза которому он подключен и в общем списке устройств как это обычно и происходит в плагине есть три режима работы белый с изменяемой цветовой температуры цветной музыкальный но по факту контроля реагирует только на цветной режим для того чтобы лента светила белым светом нужно выставить нижний ползунок отвечающий за интенсивность цвета нулевое положение после сопряжения контроллер работает в обычном rgb режиме логика тут не отличается от работы с обычными лентами одновременно управление всеми диодами можно менять яркости цвет свечения изначально цвета могут быть перепутаны например у меня красный и зеленый нужно было поменять местами для этого нужно зажать кнопку на 3 секунды после чего на ленте загораются три первых диода они показывают текущий режим короткое нажатие переключает его нужно добиться последовательности красный зеленый из синий после этого снова держим 3 секунды для возврата в рабочий режим теперь фактические цвета соответствуют тем что указываются в приложении короткое нажатие переключают контроллер в динамический режим эффектов тут уже используются возможности адресной ленты каждое повторное нажатие переключает эффект на следующий по кругу всего их девять проблема заключается в том что переключить обратно в рабочий режим получается только через повторное сопряжение устройство пройдемся по эффектам первый тут по ленте перемещаются два пикселя цвет которых можно изменять 2 в разных местах ленты вспыхивают пиксели разными цветами 3 лента постепенно заполняется до конца после чего светят все диоды цвета меняются автоматически плавно от начала ленты 4 вспышки каждого второго диода цвет вспышек устанавливается вручную 5 движение одиночного пикселя от начала к концу ленты цвет можно менять 6 заполнение ленты от начала до конца после чего она тухнет и заполняется снова цвет может ставится вручную 7 движущаяся полоска светодиодов от начала в конец ленты затем повтор цвет ставится вручную 8 движение пикселей в режиме один светящийся за ним два потухших все светят разными цветами 9 тут задействованы все диоды которые перемегиваются цвет свечения 1 может меняться вручную после него снова запускается первый режим приложение ту я smart нет параметра в настройке режима памяти состояния вне зависимости от того была лента включена или выключена при восстановлении подачи питания она включится в последнем перед отключением режиме в общем меню настроек все стандартно тут указана совместимость amazon alexa и google home есть опции создания группы светильников предоставление общего доступа проверки обновления прошивки и удаление устройства и системы аналогично другим светильником ту я smart герой обзора может участвовать автоматизация в разделе триггеров при изменении статуса устройства есть три варианта событий которые можно использовать это состояние включено или выключено уровень яркости где устанавливается необходимое значение условия меньше равно или больше также есть цветовая температура но с учетом того что контроллер работает только в цветном режиме это не рабочая опция в разделе запустить устройство также имеется три варианта действий параметры которых можно передать контроллеру при срабатывании автоматизации включение-выключение и переключение состояния напротивоположное этой опции кстати часто не хватает у других гаджетов установить параметры цветного режима то с чем контроллер работает нормально выбирается цвет его интенсивность при установке этого ползунка в ноль лента будет светить белым и яркость аналогично из параметры белого света но в данном случае эта опция бесполезна проверим совместимость google home напомню что взаимодействие осуществляется через связку облачных аккаунтов через меню настройка устройства устройство совместимое с сервисами находим в списке аккаунту я и введя свои учетные данные подключаемся к нему это разовая операция после этого все совместимые устройства будут появляться в системе автоматически контроллер появился в виде светильника под тем же названием что и в ту и при необходимости например для удобства голосового управления его можно переименовать есть управление состоянием и яркостью и цвета для проверки поддержки в apple home kit я использую совместимый с ней шлюз nas zv 05b 0 и интеграцию home kit контроллер home assistant который работает аналогично центру управления от apple используя те же самые протоколы подробнее про этот шлюз смотрите в моем обзоре ссылка в описании под видео однако как видно по списку устройств контроллер несовместим с home kit он тут не появился соответственно и интеграция в home assistant таким способом невозможно наконец мы добрались и до home assistant хотя и через home kit устройство недоступно через другую стандартную интеграцию ту я она появилась как лампочка напомню что это интеграция по аналогии с google home работая через привязку к облачному аккаунту и зависит от доступа к интернет тут тоже есть два режима работы цветной и белый в котором осуществляется регулировка цветовой температуры однако контроллер никак не реагирует на температуру а цветной режим работает нормально можно выбрать любой оттенок и его интенсивность а установив ползунок центр круга лента светит белым светом все аналогично тому как в приложении которая при такой интеграции работает параллельно с home assistant теперь перейдем к локальным интеграциям и начнем еще с одной штатной для home assistant которая называется zha в качестве координатора я использую usb stick sonoff-e на базе модуля efr 32 mg21 устройство подключилось корректно и уже на этом этапе видно что тут доступны много точек управления кстати настройку цветов через трехсекундное удержание кнопки нужно повторять после каждого сопряжения тут обнаружился целый ряд объектов из которых можно использовать светильник настройку памяти состоянии кнопку идентификации изменение остальных параметров видимого влияния на контроллер не оказывают управление светильником аналогично как через рассмотренную интеграцию режим белого света не работает тут появился один эффект правда его запуск ни на что не влияет цветной режим работает нормально в отличие от интеграции tuya zha работает напрямую и не зависит от качества канала доступа в интернет и тут появился новый режим который отвечает за память состояние доступно 4 варианта давайте проверим их все первый режим выключена при его активации вне зависимости от состояния перед отключением питания после его восстановления светильник будет выключен проверяем отключаем питание на контроллер после восстановления запускается тест но лента не включается второй режим включена тут наоборот при восстановлении питания лента вне зависимости от того в каком она была состоянии перед этим включится питание есть лента выключена сбрасываем по питанию тестирование после чего лента включается третий режим предыдущее состояние по логике в нем контроллер должен помнить то состояние в котором он был перед пропаданием питания но по факту этот режим работает точно так же как только что рассмотрены включена и четвертый режим который называется переключение не совсем понятно как должна быть в теории организована его логика поэтому проверяем по факту этот режим дублирует 1 вне зависимости от состояния перед отключением при подаче питания лента будет выключена у меня была надежда что запуск идентификации переключит контроллер обратно в rgb режим пробуем лента несколько раз мерцает но все равно остается динамический режим работы проверим работу в zigbee to mqtt это по сути самостоятельная система для работы с zigbee устройствами с home assistant на взаимодействию через сторонний сервис mqtt broker актуально на дату видео версия 1.33 запускаем режим добавления новых устройств и видим что на этой версии поддержки этого устройства zigbee to mqtt нет на странице можно увидеть название моделей производителя а также то что контроллер подобно большинству своих собратьев является роутером то есть передает и принимает данные от и к другим участникам сети в первом приближении я сделал вот такой внешний конвертер в котором реализовал управление в rgb режиме для полноценного контроля устройства его нужно будет дорабатывать ссылку на него вы также найдете в описании сохраняем файл с конвертером в папке zigbee to mqtt после чего дополнение нужно перезапустить теперь устройство имеет статус поддерживаемого но главное не это а то будет ли конвертер работать страница экспозиции устройства тут есть только цветной режим работы белый добавлять смысла не было после настройки соответствия rgb цветов на самом контроллере все работает корректно включая режимы памяти состояния как и взыха тут их 4 но по факту только два в одном лента при восстановлении питания всегда будет выключена во втором включена еще тут есть небольшой перечень эффектов все сводятся к тому что лента начинает мерцать разница только в частоте и количестве вспышек главный вопрос как из динамического режима переключиться обратно в rgb пока таки остается открытым еще я попробовал совместную работу zigbee пультом от mi boxer который работает в режиме прямого биндинга для управления необходимо создать группу с айди соответствующим одной из зон пульта всего их восемь и добавить туда необходимый светильник подробнее в моем обзоре ссылка в описании управление работает корректно яркость выбор цвета изменение цветовой температуры естественно не работает на данный момент устройство можно использовать если вам подходит один из девяти доступных эффектов например такое можно использовать как ночную подсветку в коридоре но ключевая проблема заключается в том что переключение эффектов возможно только в ручном режиме и системы управления можно менять только яркость и цвет я продолжу эксперименты с контроллером возможно мне удастся решить вопрос с переключениями режимов а может это получится у кого-то другого в любом случае когда будут какие-то новости я сообщу об этом своем телеграм-канале и фейсбук ссылки в описании под видео либо сниму вторую часть обзора на этом все надеюсь что видео было вам полезно и интересно буду благодарен за ваши лайки если вы не хотите пропускать новые обзоры подписывайтесь на мой канал все ссылки на устройство конвертер и другие упоминаемые мной обзоры вы найдете в описании спасибо за внимание до новых встреч всем мира а